Всем привет! Вы находитесь на канале Рем.Инфострой. Прозрачный бетон – декоративный материал будущего. Уже более полувека бетон остается одним из самых востребованных строительных материалов. Сочетание высокой прочности, стойкости к внешним воздействиям и долговечности позволяет создавать на основе этого материала здания, эксплуатационный срок которых превышает 50 лет. Основной проблемой бетона всегда являлась его низкая эстетичность и неприглядность для создания интересных дизайнерских и архитектурных решений. Вот почему прозрачный бетон после своего появления стал настоящей находкой для многих дизайнеров. Способность столь прочного и плотного материала пропускать свет позволила создавать интерьер нового поколения. Особенности и основные свойства композита Своим появлением уникальный бетон обязан Венгру Арону Лошонце. В поисках способов добавить помещениям света, сохранив конструкционную надежность бетона, архитектор пришел к выводу, что модификацию материала нужно вести изнутри, изменяя его строение. В результате многочисленных экспериментов около 15 лет назад появился прозрачный бетон, выполненный на основе мелкозернистого композита из стекловолокна в качестве базового светопроводящего заполнителя. Данный материал получил название «Литрокон». Технология изготовления прозрачного бетона претерпела изменения. Но все еще весьма специфично, заливка массивных конструкций подобным композитам невозможна из-за сложности распределения волокон. В результате оптимальной формой выпуска стали блоки. Фактически при изготовлении материала пучки стеклянных волокон укладываются между слоями мелкозернистого бетона. После твердения в теле материала остается большое количество проводящих элементов, создающих уникальный световой узор в теле бетона. Технические характеристики Несмотря на специфичный внешний вид, прозрачный бетон выпускается по технологии классического мелкозернистого композита, поэтому обладает всеми базовыми свойствами данного материала. К основным характеристикам материала можно отнести прочность на сжатие от 20 до 35 мегапаскалей, прочность при растяжении на изгиб не менее 2 мегапаскалей, водопроницаемость на уровне W4W8, морозостойкость не менее 75 циклов, водопоглощение не выше 6%. Отсутствие крупного заполнителя в теле композита увеличивает возможность деформации и сдвига, поэтому стекловолокно для прозрачного бетона дополнительно выполняет функцию внутреннего армирования, являясь неким аналогом фибры. В производственных условиях для изготовления материала может применяться технология поэтапного литья или послойного вибропрессования. Оба варианта обеспечивают надежное крепление волокон при сохранении высоких эксплуатационных характеристик композита в целом. Несмотря на кажущуюся сложность выполнения, прозрачный бетон можно изготовить своими руками, приложив немного стараний и умений. Применение композита Уникальный материал чаще всего используется в декоративных целях. Высокая прочность позволяет воздвигать из него внутренние перегородки в помещениях, обеспечивая доступ для большего количества света. Такой вариант внутренних стен особенно востребован в офисных помещениях при оформлении кафе и ресторанов, а также развлекательных комплексов. Из прозрачного композита часто вырезается плитка для отделки стен, пола или потолка. Использование материала в качестве основного при строительстве здания в принципе возможно, но экономически нецелесообразно. Стоимость прозрачного бетона крайне высока, а производительность любой технологической линии не может обеспечить потребности полноценного строительства. Кроме того, стеклянное волокно под воздействием внешней влаги и перепадов температур может вступать в щелочно-силикатные реакции с минералами цементного камня, что приводит к разрушению материала. Сочетание всех факторов привело к тому, что уникальный композит остается весьма экзотическим отделочным материалом, применяемым для создания декоративных перегородок, а также элементов декора. Самостоятельное изготовление Чтобы создать прозрачный бетон своими руками, не понадобится специального оборудования или специфических навыков. Изготовить его можно и в домашних условиях. Фактически, для приготовления такого материала потребуется хорошая опалубка и внимательное соблюдение технологии. Материалы и оборудование Для изготовления раствора лучше всего использовать принудительный смеситель, способный обеспечить высокую степень однородности малоподвижной смеси. При использовании гравитационного смесителя необходимо сократить объем единичного замеса и увеличить время перемешивания минимум в два раза. Из сырьевых материалов понадобится цемент или смешанное вяжущее, песок для строительных работ первого класса с модулем крупности 2-3, стекловолокно диаметром 0,5-2,5 мм и длиной равной толщине изделия, модификаторы, улучшающие формируемость малоподвижных смесей. Применение подвижных смесей предполагает быстрое схватывание каждого слоя мелкозернистого бетона, на который укладываются пучки стеклянных волокон. Проще выполнять слои из малоподвижных смесей, способных сохранять форму после уплотнения. Специальные модификаторы способствуют получению плотной и однородной структуры базового композита для прозрачного бетона. Песок следует применять в средней крупности с минимальным количеством примесей пылеватых и елистых частиц. Состав и приготовление мелкозернистого бетона Для выполнения базового композита лучше всего смешивать цемент и песок в соотношении 1-2,5-3 по массе. Количество воды не должно превышать половины массы цемента. В общем виде состав мелкозернистого бетона на 1 кубический метр можно представить следующим образом. Цемент – 450-500 кг, песок – 1300-1500 кг, вода – 200-250 кг. При использовании модификаторов их дозировка назначается в соответствии с рекомендациями производителя. После загрузки в смеситель песок и цемент перемешивают в течение минуты до получения однородной смеси. Далее вводится вода в затворение и обеспечивается смешение не менее 5-8 минут. После получения однородной смеси начинается производство прозрачного бетона. Формовка материала Для изготовления композита подготавливается опалубка с основанием в виде прямоугольника. Своеобразный блок заполняется смесью в несколько этапов. Сначала укладывается и уплотняется нижний слой мелкозернистого бетона толщиной не менее 0,5-1 см. Затем вдоль укладываются пучки стекловолокна так, чтобы закрыть практически всю поверхность бетона. Далее укладывается следующий слой мелкозернистого бетона той же толщины и уплотняется. Сверху создается новая сетка из стеклянных волокон, уложенных поперек. Затем процедура повторяется до заполнения опалубки. Благодаря изменению направления пучков стекловолокна свет сможет проходить сквозь все боковые грани изготовленного блока. Конечно, периодичность проводящих элементов будет реже, чем у материала заводского изготовления, но декоративные свойства композит сохранит. Применение подвижных смесей приводит к неравномерному распределению и смешиванию пучков волокон. Такой эффект чуть ухудшает проводимость для света, но создает интересный узор телематериала. При использовании подвижной смеси укладка нового слоя ведется после потери подвижности предыдущего. Финишная обработка Распалубка изделия производится через 48-72 часа после изготовления. Далее блок выдерживается при температуре 20С и влажности 95% в течение 3-5 дней. За этот срок бетон приобретает до 80% от своей прочности и сможет выдержать итоговую обработку. После распалубки все пучки стекловолокна затянуты цементным молочком, поэтому не проводят свет. Для придания материалу светопроводящих свойств все боковые поверхности блока необходимо отшлифовать алмазными дисками различной зернистости. При желании изделие можно распилить на плитке заданной толщины. Распил необходимо ввести перпендикулярно слоям укладки. А на этом на сегодня все. И если вам понравилось видео ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео в соц. сетях.